Запоминай упражнения от боли в плечевом суставе, а не менее рук, туннельного синдрома. Упражнение очень простое в использовании и не требует никаких предметов и других приспособлений. Вы сжимаете руку в кулачок для того, чтобы образовались вот такие вот у нас костяшки. И начинаем массировать переднюю поверхность плеча. Будьте, пожалуйста, внимательны. Не грудную мышцу мы массируем, да, вот у нас здесь грудь, грудные мышцы, а именно переднюю поверхность плечевого сустава. Вот здесь вы находите косточку плечевую, да, вот плечевую косточку и костяшки наших пальчиков кулака под эту косточку заводим и начинаем массировать. Это очень болезненное упражнение, но мы прям хорошенечко начинаем разминать наши плечи. Прям массируем хорошенечко, массируем, массируем, массируем. Это достаточно больно, но не бойтесь, это очень хорошо снимет боль в вашем суставе и уберет онемение рук. То же самое выполняем и для другой руки. Упражнение отлично снимает боль не только в плечевом суставе, а не менее рук и тональный синдром, но также и боль в пояснице. Наши плечи также связаны с шейным отделом. У вас будет меньше болеть шея и также наши плечи связаны с ягодицами. И если у вас есть боль в седалищном нерве, это упражнение тоже замечательно лечит боль в поясничном и в седалищном нерве. Мы также можем улучшить это упражнение. И если вы будете ложиться на пол и теннисным мячом продавливать переднюю поверхность плечевого сустава, вы еще больше увеличите эффективность выполнения упражнения. Просто ложитесь на пол, ставите теннисный мяч и хорошенечко прокатываете не только плечевой сустав, а всю переднюю поверхность грудной клетки. И тогда вы заметите, как осанка у вас выправится, как расправятся плечи, как будет лучше ваша энергия и ваше самочувствие. Потому что когда мы нервничаем, когда мы постоянно сидим за компьютером, либо просто сидим, либо о чем-то переживаем, у нас постоянно зажимаются плечи. И с возрастом наш позвоночник начинает круглиться, образовываться холки и горбы на спине. А это замечательная профилактика как раз-таки для лечения этих симптомов. Боль в плечевом суставе у нас образуется из-за того, что как раз-таки вот эти плечи, они уходят вперед. И также замечательно будет для того, чтобы раскрыть вашу осанку и раскрыть ваши плечи, это растягивание плечевого сустава. Вы можете делать упражнение на растяжение, то есть взяться за любую опору и растягивать плечевой сустав, делать вот такие вот тоже косточками пальцев, вот такие вот проглаживания, растягивания вот такие вот сустава и вытягивание плечевого сустава назад. И ваша осанка, она будет с каждым разом становиться лучше. То же самое вы повторяете для другой руки. Просто находите любую опору, поворачиваетесь в противоположную сторону, плечико очень важно не зажимать, не делать его острым, а раскрывать, раскрывать плечевой сустав. Повернулись в противоположную сторону и хорошенечко простучали. Это можно делать как стоя, так и сидя, просто найдя опору. Ваши плечевые сплетения, которые как раз-таки вызывают онемение рук, будут высвобождаться, будут раскрываться. И ваша боль и онемение рук будут замечательно уходить. Еще одно упражнение я вам посоветую для того, чтобы снизить тревожность, потому что когда мы тревожимся, мы начинаем как раз-таки сутулить плечи. И это упражнение на восстановление нервной системы. Вы все говорили, что знаете, что очень полезно дышать животом. Но мало кто это делает. И сейчас я вам расскажу, почему полезно дышать животом. Дело в том, что у нас в животе, между грудной и брюшной полостью, проходит диафрагма, а через нее проходит блуждающий нерв. И при дыхании мы воздействуем как раз-таки на этот блуждающий нерв. И наша нервная система, она расслабляется за счет воздействия на этот нерв. Поэтому очень полезно дышать животиком. Вы можете это делать перед сном. И очень важно делать правильное дыхание. То есть, когда вы ложитесь, вам необходимо делать глубокий вдох, животик надуваем 6 секунд, и медленно выдох, животик втягиваем. Глубокий вдох, 6 секунд надуваем, и медленно выдох, животик втягиваем. То есть, дышим животом 6 секунд вдох, 6 секунд выдох. Где-то примерно от 10 до 20 минут. Упражнения на восстановление нервной системы вы можете выполнять в любые минуты. Повышение давления, тревожности для того, чтобы успокоить свою нервную систему. И в том числе вы будете меньше сутулиться. Упражнения для плечевых суставов на как раз таки продавливание я рекомендую выполнять каждый день. Упражнения на растягивание тоже обязательно делайте каждый день. Ваша осанка будет меняться. Боли в ваших руках, плечах, в спине будут проходить. И конечно же ваша нервная система за счет следующего упражнения, которое мы с вами разобрали, также будет успокаиваться. Я доктор Анастасия Шагарова, врач-терапевт, врач-кинезиолог. У меня два высших медицинских образования. Я буду рада без лекарств и таблеток вести вас на путь выздоровления. Поэтому подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ищите нас в различных социальных сетях. Ставьте лайки. Здесь будет очень много полезной и важной информации. А я вас обняла, я вас поцеловала, ваша доктор Анастасия Шагарова.